В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе сели за партой порядка 35 тысяч школьников. Хочется что пожелать, чтобы детям было приятно, нравилось приходить в школу, чтобы были любимые друзья, любимые учителя. В рабочем поселке Дрожино открылся новый детский сад. Сад светлый, чистый, красивый, уже модернизированный. Перинатальный центр получил новую карету реанимационной помощи стоимостью 20 миллионов рублей. Суть основная, реомобиль, он должен быть оснащен непосредственно для оказания медицинской помощи малышам в разном сроке гестации. Главная новость сегодня – это, безусловно, начало учебного года. В Ленинском городском округе сели за партой порядка 35 тысяч школьников, в том числе около 5 тысяч первоклассников. Чтобы поздравить учеников с первого сентября в одной из лучших учебных заведений муниципалитета, Лопатинскую школу приехала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Как и по всей стране, торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, началась с подъема флага России. В Ленинском округе также были подняты флаги Московской области и муниципалитета. С приветственным словом к ученикам, родителям и учителям обратилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Хочется что пожелать, чтобы детям было приятно, нравилось приходить в школу, чтобы были любимые друзья, любимые учителя, а главное – любимые предметы, чтобы учителей были все ученики любимыми, все были отличниками. Порядка 35 тысяч детей в этом году сядут за школьные парты, среди них около 5 тысяч сделают это впервые. Лопатинская школа – одна из крупнейших в округе. В нынешнем году ее будут посещать более 2300 учеников, среди них 351 первоклассник. Знаете, вам повезло учиться в одной из лучших школ, это школа из зеленой зоны нашего округа. Здесь потрясающий педагогический коллектив, и мне вот в лице Инга Фархатовна хочется всех их поблагодарить и пожелать немножко терпения и с нами, и с вами. Дерзайте, старайтесь, у вас все обязательно получится. С праздником, с Днем Знаний! После торжественной линейки ребята отправились по классам, а для высоких гостей устроили небольшую экскурсию. Образовательные учреждения округа участвуют в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Не является исключением и Лопатинская школа. Два года назад здесь открыт Центр цифрового образования «Айти Куб». Дети для себя начинают понимать, что им действительно ближе. Конечно, мы хотим сейчас выращивать ребят, которые не только, извините, юристы, экономисты, нужны люди, которые действительно будут работать. Можно говорить, что это правда, что они в России. Гостям показали открывшийся на базе школы Центр «Точка роста». Это сеть образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках федерального проекта «Современная школа». А впереди новые планы. Мы сегодня договорились, например, о том, что мы подумаем о том, чтобы открыть в этой школе медицинский класс, потому что нам нужно заинтересовывать наших детей со склонностью к химии, да, и вообще к точным наукам, чтобы они потом шли в медицинские вузы или в медицинские колледжи, приходили к нам на работу в наши учреждения, больницы. Поэтому, конечно, это все время развитие, постоянно технологии всегда меняются, конечно, и школа должна им всегда соответствовать. Лопатинская школа стабильно занимает высокие места в рейтингах учебных заведений, или, как говорят специалисты, находятся в зеленой зоне. По мнению директора школы Инги Фархатовой, это удалось добиться благодаря работникам учреждения. Кстати, средний возраст преподавателей – 35 лет. Один в поле не воин, и если бы не мой коллектив, наверное, мы не добились бы таких высоких результатов. Я очень горжусь своим коллективом, потому что в этом году мы вошли в зеленую зону для юной школы, которой всего три года. Это большое достижение, и это, конечно, заслуга всего педагогического коллектива. В заключение визита гости передали первоклассникам поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в виде сладких угощений. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Долгожданное событие для новоселов жилого комплекса «Майшто» расположен в Горках. Сегодня здесь открылась школа и детский сад. На торжественной линейке с Днем знаний всех поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. В преддверии Дня знаний в Ленинском городском округе традиционно открываются новые учебные учреждения. Этот год не стал исключением. Так, накануне 1 сентября были сданы большие детские сады в микрорайоне «Пригород Лесное» и поселки Дрожино. Сегодня свои двери распахнул образовательный комплекс в жилом квартале «Май». Хочется поздравить, пожелать удачи, чтобы то новоселье, которое здесь случилось, оно было таким, знаете, интересным, счастливым и результативным. Потому что ребята будут учиться, пусть это будет комфортно. Комфортно, потому что приблизили место учебы к месту проживания. Сегодняшнее новоселье во многом заслуга застройщика данного микрорайона. Около 8 лет назад на территории деревни Горки, вблизи густого леса, компания «Тройка РЭД» начала строительство малоэтажного города-курорта с ютными двориками и большими террасами. Это школа и детский сад, завершающий штрих в плане благоустройства. Изначально, когда мы начинали строительство, мы понимали, что в этом месте с хорошей экологией, в заповеднике будет очень много молодых семей с детьми. И так и случилось. Наконец-то сбылась их мечта и наши планы. И мы открыли сегодня школу и детский сад. Для первоклассницы Маши сегодняшний день ответственный вдвойне. Девочке выпала честь дать школьный звонок и вместе с главой Ленинского городского округа Алексеем Спаским перерезать красную ленту. Учебное учреждение стало еще одним корпусом Видновской школы номер 11. Рассчитано на 200 мест. Три этажа поистине современного образовательного заведения. Спортивный и актовый залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, Классы оборудованные по последнему слову техники. Мы рады, что сегодня эта школа открылась. Что им здесь светло, что они найдут своих друзей, что замечательные учителя, которые их примут, они научат их, как вообще по жизни шагать. Школа в жилом комплексе «Май» стала первой, где сторонниками партии «Единая Россия» реализован проект по созданию комнат детских инициатив. С такой просьбой к председателю Совета депутатов округа Станиславу Радченко обратилось руководство учебного учреждения. Для учеников пространство обещает стать зоной генерирования новых идей, творческого самовыражения, социальной активности. Детям всегда нужно дать возможность самореализоваться, особенно когда они собираются вместе. У них всегда что-то, они что-то придумывают, креативят. На ближайшем политическом совете здесь, на партийном, мы обсудим дальнейшую реализацию. Я, конечно, однозначно уверен, что мы все поддержим это развитие на нашей территории. Совсем скоро эта школа окончательно оживет. Ученики начнут пользоваться книгами. В коридорах будет слышен детский смех, а в воздухе будет витать атмосфера знаний. Время быстро пролетит, и сегодняшние первоклашки станут выпускниками. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Торжественные линейки в День знаний состоялись во всех школах округа. Наша съемочная группа побывала на празднике лицеистов. О первом дне учебного года в Виномском художественно-техническом лицее смотрите наш следующий сюжет. Для нас, во-первых, праздник большой. Мы к нему готовились долго, и сегодня очень трепетно, на самом деле, волнительно. Я думаю, что у Платона так же, да, Платон? У тебя какие ощущения? Тебе радостно? Да, мне очень радостно, что я вырос, я иду в первый класс. Это все очень здорово. Вы знаете, 37 лет у меня уже эмоции, потому что мой стаж 37 лет. Но сегодня у меня первый класс, замечательные дети, настроение праздничное. Все прекрасно, все замечательно. Мы знакомились с ребятами, у нас были родительские собрания. Родители приняли активное участие в подготовке класса к первому сентября. Поэтому, я думаю, сегодня у детей будет прекрасное настроение. Помните, что вы носите гордое звание лицеиста. Хочу обратиться к родителям. Я знаю, что многие поколения учатся в этой школе. Хочу пожелать вам терпения, поддержки в учебе наших детей, чтобы вы для них были всегда опорой. Мне нравится 1 сентября. Я встречаюсь со своими одноклассниками. Мне 1 сентября нравится. Лето я хорошо провел. Я летом готовился все время. И сейчас уже жду нестерпением открытия школы. Буду хорошо учиться, набираться знаний. И в дальнейшем уже выступать хорошие труды. Я иду в первый класс. Я волнуюсь. Волнуюсь. У меня это первый ребенок. И у нас 1 сентября. Конечно, это очень волнительно, трогательно, что ребенок уже вырос. Начинается новый этап в жизни. Поэтому переживаем и надеемся, что все будет хорошо. Мне очень приятно видеть среди вас очень много знакомых и друзей, которыми вместе мы учились в стенах этой школы. И радует вот эта замечательная традиция преемственности, что вы привезли сюда своих деток. И, может быть, уже даже не первых деток. Поэтому здорово. Дорогие дети, для вас это новый этап в жизни. Это увлекательное время приключений и получения знаний. Хочется всех поздравить с праздником. С Днем Знаний, друзья! Накануне Дня Знаний в рабочем поселке Дрожжино на улице Южной распахнуло свои двери новое дошкольное учреждение образования. Это третий корпус детского сада номер 22 «Город детства», рассчитанный на 325 мест. Жители микрорайона Бутова-парк-2 с нетерпением ждали этого события. Современное просторное здание третьего корпуса детского сада номер 22 «Город детства» площадью 4,5 тысячи квадратных метров, отвечают всем стандартам и готовы принять в своих стенах 325 ребят. В 13 группах будут воспитываться дети с 3 до 7 лет. Торжественное открытие прошло накануне Дня Знаний. Я хочу передать слова поздравления, пожелать всем здоровья, и пусть дети в этом замечательном городе детства будут счастливы. А вы, уважаемые родители, приводите к нам следующее и следующее с праздником. Спасибо вам, уважаемые строители, за такую красивую сказку. Я хотел бы поздравить действительно жителей Бутова-парка-2. Я так понимаю, что ввиду действительно дефицита мест, и жители Восточного Бутова к вам тоже придут пока временно в гости, пока там идет процесс строительства. Поэтому я хотел бы, чтобы жили дружно и счастливо, и весело. Детки наши между собой дружили. После торжественного разрезания символической ленточки гости отправились на небольшую экскурсию по учреждению. Началась она с выступления будущих воспитанников города детства. В третьем корпусе города детства есть спортивные и музыкальные залы, кабинеты для дополнительного образования детей, и занятий с психологом и логопедом, пищеблог и медблог. Каждая группа оборудована современной, трансформируемой мебелью, экранами и видеопроекторами. Сад светлый, чистый, красивый, уже модернизированный. То есть есть новое оборудование, предусмотрены уже ноутбуки в группах, ну, дети, новые игрушки. Им все интересно, все как бы замечательно. У учреждения – большая облагороженная территория. Здесь разместились 13 прогулочных веран с безопасным резиновым покрытием, оснащенные всем необходимым. Есть также у нас экспериментальный огород и имеется площадка для централизованных постановок, также на улице. Мы работаем по инновационной программе отрождения до школы, парциальной программе по музыкальному и физическому развитию. Новый детский сад понравился как будущим воспитанникам, так и их родителям. Садик чудесный, очень понравился. Такой светлый, в то же время и яркий. В общем, полностью подготовлен для встречи деток. Красивый. Красивый? А что больше всего понравилось? Группа. Группа? Ну, а что там самое интересное в группе? Ну, мои игрушки. Уникальная дошкольная образовательная организация, которая вошла в топ-500 садов России. И вот этот замечательный коллектив, вот эта команда педагогов сегодня получает еще один корпус такого наполненного, такого красивого, современного детского сада. Всего же в Ленинском городском округе 1 сентября открыли свои двери три новых детских сада в Дрожжино, Мисайлова и в ЖК Май. Еще три будут достроены до конца года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновский перинатальный центр получил новую карету реанимационной помощи стоимостью практически 20 миллионов рублей. Отправляясь на выезды, врачи будут спасать жизнь самых маленьких пациентов. Сейчас машина проходит процедуру техосмотра и постановку на учет. Это не просто машина скорой помощи, а самая настоящая больница на колесах. Здесь есть все самое необходимое для спасения новорожденных. А самое главное, что теперь врачи перинатального центра смогут добираться до пациентов намного быстрее. Новый реанимобиль неонатальной скорой помощи на базе «Газель» оснащен по последнему слову техники. Кстати, комплектующие и наполнение автомобиля, как успели отметить врачи, отечественное. Ну а главное отличие этой машины от других реанимационных, он предназначен только для перевозки недоношенных малышей. Наш центр является центром третьего уровня, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Но в сектор наш входят учреждения акушерские, которые имеют второй и первый уровень. Естественно, новорожденные, которые родились в тяжелом состоянии, они требуют перегоспитализации. Бригады неонатальной помощи отправляются на вызовы не только по Ленинскому городскому округу, но и по всей Московской области. Поэтому зачастую износ таких машин велик. За 2021 год медики выезжали на помощь к недоношенным малышам 790 раз. В этом году уже практически 700 выездов. Как отмечают сами врачи, эксплуатация таких машин происходит не в прерывном режиме. Поэтому парк карет скорой помощи обновляется постоянно. Этот автомобиль нам очень нужен как непосредственно автомобиль, как то оснащение, с которым он пришел. Конечно, это улучшит качество оказания помощи новорожденным детям. Пришел по программе улучшения медицинской помощи новорожденным, улучшения акушерско-гинекологической и неонтологической помощи. Суть основная реомобиля, он должен быть оснащен непосредственно для оказания медицинской помощи малышам разного срока гистации, разной массы и непосредственно находящиеся на респираторной поддержке. Поэтому реомобиль, он должен быть быстрым, он должен быть комфортным, он должен быть большой и оснащен медицинской аппаратурой. Всего в настоящее время в Видновском перинатальном центре работают три бригады, которые готовы прийти на помощь крохам в любое время, а в случае необходимости перевести в другое лечебное учреждение, которое рангом выше. Герман Гущин, Сергей Ларин, Видное ТВ На улице Фокина прошла открытая тренировка по киокошинкай-карате. Мероприятие было организовано при поддержке управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа и территориального отдела Видное, 6-й микрорайон. Киокошинкай – один из древнейших видов восточных единоборств, считает в себе духовное и физическое развитие. В своих показательных выступлениях спортсмены продемонстрировали отличную физическую подготовку, вдохновив других ребят заниматься этим видом боевых искусств. На открытой тренировке юные каратисты четко и слаженно выполняли указания своего наставника, показали серию постановочных боев и возможности владения прикладной техникой через разбивание досок руками и ногами. Также для гостей праздника была подготовлена большая развлекательная программа с играми, конкурсами и танцами. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова